Впервые во Владивостоке МТС и Дом моды Юлии Далакян представляют Фэшн Дэй поколения М вконтакте и приходи 18 мая в 15.00 на открытый мастер-класс в школу искусств номер 1 и 19 мая в 17.00 на показ коллекции в Дальневосточный федеральный университет. Количество мест ограничено. Фэшн Дэй поколения М благотворительный проект, который поможет юным дизайнерам из Приморья попробовать себя в мире высокой моды. Всего три города России представляют проект «Владивосток» в их числе. В поддержку поколения М дизайнер Юлия Далакян даст советы и оценит конкурсные эскизы участников, а также представит коллекцию одежды на зрелищном шоу, которое состоится в панорамном зале ДВФУ. Подробнее о мероприятиях федерального фэшн-тура и о его актуальности узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Юлия Далакян, российский дизайнер, наставник проекта «Поколение М». Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Екатерина Филатова, лидер проекта «Поколение М». Здравствуйте, Екатерина. И Мария Хасанова, главный специалист управления культурой администрации города Владивостока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мне для начала не терпится узнать, потому что я знаю, что Юлия уже видела работы наших юных дизайнеров. Как оцениваете их старания? Талантлива ли у нас молодежь во Владивостоке? Ну, для меня неожиданно вообще то, что я увидела, потому что действительно вот несоответствие, скажем так, возраста и способностей детей, это было поразительно, потому что действительно очень красивые рисунки, очень профессиональная подача своих фантазий, это уже очень здорово. При этом это 11, 12, 14 лет, это потрясающе. Просто такого не было нигде. Это действительно отличается от всех остальных городов, где мне удалось побывать, и я знаю, что, в общем, я видела эскизы и других, то, что видели другие наставники. То есть это очень сильно отличается, и характерная история. Я не знаю, почему так получилось, и почему так развито вот это рисование, графическое отображение идей, но очень профессионально и здорово. То есть причин, да, почему Владивосток так выделяется, вы все-таки не видите пока. Пока не знаю, пока еще, да, очень сложно это проанализировать, но я думаю, что по прошествии как раз этого пребывания будет ясна уже картина точно, каким образом так получилось. На самом деле это, конечно, очень большая гордость, что всего три города нашей огромной страны, и Владивосток в их числе, имеют честь участвовать в этом замечательном проекте, проекте «Поколение М». Хочется услышать о нем чуть более подробную информацию. Расскажите, пожалуйста, я думаю, Екатерина это сделает. Да, на самом деле в проекте, в большом проекте «Поколение М» могут участвовать дети со всей страны. Владивосток стал одним из тех немногих городов, куда мы приехали с офлайн-мероприятием. Давайте я расскажу сначала про онлайн-часть. Почему же она так важна? Потому что любой ребенок, который занимается творчеством по самым разным направлениям, от вокала, хореографии до таких неочевидных творческих направлений, как мода и даже робототехника, все эти ребята могут развивать себя в режиме онлайн на площадке «Поколение М». В рамках данной площадки ведущие мэтры, культуру, шоу-бизнеса и так далее дают мастер-классы в режиме онлайн. В них они делятся своими советами, как лучше развиваться именно в том направлении, которое они курируют. Ребята могут загружать, после того, как посмотрели уже мастер-классы, загружать свои работы на сайт. Из всего вот этого большого, огромного числа работ мастера выбирают лучших ребят, которые получают какую-то уникальную возможность. Например, по направлению фэшн ребята рисуют эскизы одежды. Затем наши мастера, в этом году это Юлия Далакяна и Игорь Гуляев, выбирают двух лучших ребят, и эти ребята получают возможность приехать в Москву, либо в Петербург, Игорь Гуляеву, и лично поработать с мастерами и пройти настоящую стажировку. Я хочу подчеркнуть, что совершенно бесплатно все это происходит. Совершенно бесплатно. Мы привезем ребят, мы их всему научим вместе с Юлей, и я думаю, что для них это будет просто невероятное путешествие. И вот для того, чтобы ребят замотивировать участвовать в конкурсе, чтобы рассказать им про то, что это действительно реальная возможность себя проявить, мы приезжаем в города и проводим такие оффлайн-мероприятия, чтобы показать им, вдохновить их, и увидеть реально уровень тех работ, которые представлены. Я, к слову, видела эмоции ребят других городов, в которых удалось побывать в проекту «Поколение М». Они все в таком шоке приятном. У них прямо одни эмоции, они даже сказать ничего не могут. Они в бешеном восторге просто каком-то. И, конечно, это большое счастье, что Владивосток все-таки, повторюсь, в числе этих городов. Мария, я думаю, вы скажете о преимуществах нашего города. Почему именно Владивосток, на ваш взгляд, вошел в эту тройку? Вообще у нас культурное развитие в городе Владивостоке набирает такие большие обороты. Администрация города уделяет огромное внимание этому вопросу. У нас на территории города Владивостока есть 10 детских школ искусств, которые на данный момент реализовывают начальное профессиональное образование в сфере музыки и художественного искусства. Ну вот, например, дизайнерское профильное образование, оно у нас пока такая ниша не замкнутая. И участие в конкурсе, это, конечно, такой большой толчок для того, чтобы это направление раскрыть. Дети, которые приняли участие, это, возможно, как раз вот к Юлиным сомнениям, почему же так вышло, почему дети такие замечательные работы выставляют. Это были участники как раз наших образовательных школ искусств. И ребята как бы имеют опыт владения кистью, пером, карандашом. И вообще город Владивосток, он такой вдохновляющий на творчество. У нас очень хорошо здесь даже вдохновляет наша инфраструктура. Это историческая часть города, это новые современные точки. И поэтому, конечно, ребята отображают вот все свое внутреннее, владивостокское такое в своих работах. Может быть, именно это и повлияло. Характер города, да? Да, характер города, он, конечно, безусловно, отражен именно в их творчестве. Вообще, кстати, этот проект, он вдохновил на работу такую, не только творческую составляющую Владивостока. У нас очень много волонтерских, добровольческих организаций приняло участие в проекте. Большое спасибо ребятам, волонтерам молодежного ресурсного центра. Очень хорошо поработали бойцы студенческих отрядов. Вот у нас региональное отделение в Владивостоке есть такое. Ну вот они все вдохновились, очень понравилась идея. Ну потому что все действительно, вот, может я повторюсь уже, мы неоднократно это говорим, но на самом деле, ведь профессиональное обучение, оно же может быть не только стационарно, а в классе или на мероприятии. Можно зайти в онлайн-кабинет, познакомиться с профессионалами, которыми вот, например, сегодня у меня большое удовольствие общаться лично, а у ребят такой возможности, ну, не всегда. Поэтому вот они там получают навыки от профессионалов и могут, кстати, провести хороший мониторинг работ. Вот выгрузка работ для наших учащихся была большим таким толчком для развития своего профессионализма, потому что они посмотрели, проанализировали, как работают другие люди в регионах. Ну, я думаю, что это, как бы, конечно, отразилось. Ну, в принципе, вот большое спасибо коллегам за то, что направление такое, как культурное развитие вы поддерживаете. Это такая вот стезя, очень необходимая для страны, ну и для города Владивостока, естественно. К слову, хочется как раз поговорить об инициаторах этого проекта. Кто они? Расскажите, очень интересно, кто придумал вообще этот замечательный проект, который уже не первый год существует. Автором проекта, да, автором идей и реализацией этой идеи занимается компания МТС, как ведущий цифровой оператор страны. Мы понимаем, что у нас есть компетенции создать какую-то площадку в интернете, которая могла бы стать полезной всем жителям страны. И вот в коллаборации с творческими партнерами, такими как Юлия Далакяна, еще больше 150 мастеров у нас работает, что Третьяковская галерея, например, у нас курирует художественное направление. Вместе с ними мы можем дать ребятам возможность реализовывать свой творческий потенциал, где бы они ни жили, здесь, во Владивостоке, на Камчатке, в Калининграде, неважно. Потому что реально далеко не у всех есть возможность переехать сами в Москву, поучиться у педагогов, которые у нас представлены. А с помощью интернет-площадки они это могут сделать легко. И мы уже видим, у нас за три года 240 победителей из 60 регионов страны. И для каждого из них вот этот проект стал каким-то трамплином в будущее творческое, либо даже не творческое. На самом деле мы не заставляем их выбирать эту профессию. У нас нет цели сделать их известными. Мы хотим им показать, что есть вот такое направление, показать все внутренности, как это можно сказать, и чтобы ребенок дальше сам решил, хочет ли он быть в этой профессии, действительно ли ему это нравится, либо он выберет себе что-то другое. И потом, мне кажется, очень важно, когда ты еще формируешься, твоя личность формируется, да, я это как раз и имею в виду, услышать действительно от мастера своего дела совет в той сфере, которой ты хочешь заниматься. Вот я знаю, что, Юлия, вы с детства, да, насколько мне известно, мечтали стать дизайнером, и ваши мечты воплотились. Вот может быть у вас даже такая встреча тоже случалась в жизни. Хочется вашему мнению услышать. Вот что мы много уже говорим об этом, но не могу не сказать еще раз о том, что на меня повлияла, конечно, встреча с Вячеславом Зайцевым. Это было до поступления в институт, и это был действительно счастливый случай, потому что это действительно та самая стажировка, которая сейчас называется вот таким словом, а тогда, конечно, это была просто счастливая случайность. И вот эта стажировка, она повлияла на меня, конечно, неизгладимо, потому что я увидела работу мастера. Не просто его работы на подиуме, а именно его работу каждодневную, то, что ему приходится, хочется, и то, что ему нравится делать каждый день. И это действительно величайшее удовольствие. И это тот самый азарт, который вот мне передался вот от него, и уже я его всю жизнь на себе несу с большим удовольствием. И что пытаюсь объяснить, показать и вовлечь туда ребят. Хочется вернуться немножечко, вы уже сказали, что будет федеральный этап, как раз в который войдут ребята, посчастливиться им поехать и как раз эту стажировку ту самую пройти, да, увидеть процесс работы профессионалов. Можно чуть более подробно об этом рассказать, как это будет проходить, по какому принципу, может быть, вы будете выбирать этих победителей? Смотрите, я думаю, что надо начать с самого начала, потому что те дети, кто еще, возможно, не поучаствовал в конкурсе, у них есть такая возможность до 30 мая. Нужно, во-первых, зайти на сайт проекта поколения.мтс.ру, посмотреть мастер-классы наших кураторов проекта, и затем создать эскиз модного образа. Можно один, можно несколько, мы вообще не ограничиваем ребят. У нас принимают участие ребята от 11 до 18 лет. Но если вдруг вам 7 лет, и вы тоже очень-очень хотите поучаствовать в конкурсе, мы вас не будем ограничивать. Затем, 30 мая мы закончим прием работ, и наши кураторы будут выбирать победителей. Их будет двое. О критериях, я думаю, Юля может рассказать чуть попозже сама, да, каким образом это будет происходить. Вот, и эти два человека уже летом, мы их повезем в Москву, и где они будут проходить, в Москву либо в Петербург, где они будут проходить недельную, возможно, двухнедельную стажировку, все будет зависеть от того объема работ, который им будет установлен. Да, Юля, я очень бы хотела все услышать, действительно, по какому принципу все будет происходить. Ну, принципы для меня очень важны, когда уже даже вот на таком детском восприятии, можно сказать, уже будущий дизайнер проявляет себя именно как дизайнер. То есть он предлагает делать одежду. Не просто красиво нарисовать куколку, цветочек или что-то такое, а действительно предложить, во что он хотел бы одевать человека или одеться сам. Потому что все-таки на этом этапе, мне кажется, это самое близкое, то, что человек переживает, то, к чему он стремится, и то, что он может предложить в этом рисунке, именно свои мечты. Либо то, что он сам хочет одеть, либо кого-то из тех, кто ему там представляется в качестве творческого образа. Мне это очень важно, потому что я делаю конкретные вещи, и, конечно, мне хочется, ну, как бы если я буду учить уже этого человека, то именно тому, что я умею лучше всего. И если человек мыслит хотя бы уже вот более конкретно в таком детском возрасте, это будет для меня критерий очень важный, потому что талантливых ребят очень много, рисуют очень красиво, но выбрать одного из вот этого потока, все-таки нужно чем-то руководствоваться, потому что, конечно, хочется каждому уделить внимание, потому что очень много талантливых. По рисункам, да, будете все-таки ориентироваться больше? Ну, конечно, рисунок он о многом говорит, естественно, понятно, что информативность того, что изображает каждый ребенок, это очень важно. Даже когда мы записывали вот этот мастер-класс, я говорила о том, что мне хотелось бы в этот раз, чтобы в этих эскизах прозвучало уже конкретно, из чего, например, хочет каждый ребенок это сделать. То есть это уже конкретное мышление. Не просто абстрактно нарисовать какую-то трансформацию какого-то цветка или любого другого творческого объекта, а именно, допустим, хорошо, а из чего ты это могла бы сделать, чтобы это стало реально одеждой, чтобы это реально стало платьем, блузкой и так далее. И они уже начали это делать. Выбирают какие-то материалы, прикрепляют их, и это уже более конкретная и очень важная информация. Вот почему я уточнила, потому что действительно рисунок рисунком, я, например, умею рисовать, но совершенно не умею шить. Ну а как же не умея шить, да, можно стать дизайнером одежды? Никак. Вот почему я и уточнила, что действительно ребенок, у него видение должно быть в процессе. И не такого мнения, то вот вы прямо... Ну это да, вы очень правильно сказали. Конечно, лучше думать так, не иначе. Мне бы очень хотелось сакцентировать внимание на одном очень немаловажном моменте, а может даже и главном моменте поколения М, проекта поколения М, это то, что он также еще и благотворительный, в том числе за счет того, что каждый лайк, каждая любая размещенная информация в социальной сети, это что? Расскажите нам, пожалуйста. Это возможность пополнить копилку добра. Смотрите, каждый ребенок, который регистрируется на сайте, загружает свои работы, лайкает или делает репосты, он вносит по одному баллу в копилку добра. В конце года эти баллы все суммируются, и компания МТС как организатор переводит их самостоятельно в реальные деньги и направляет на лечение тяжелобольных детей. Так, за три года мы сгенерировали больше 15 миллионов рублей, таким образом, и направили их на лечение 42 тяжелобольных ребят. Таким образом, дети своим творчеством, просто своим творчеством помогают спасать жизни. И ребенку не нужно идти к маме, просить у нее, мама, дай 5 рублей, пожалуйста, я вот помогу кому-нибудь. Нет, он просто проявляет свое творчество, и таким образом он полезен. И это помогает нам формировать поистине массовое движение благотворителей в России, которое с каждым годом все растет и растет. Уже 15 миллионов человек аудитория в онлайне, и мы не останавливаемся на этом. И мы действительно видим, что для многих детей, вот с победителями мы когда общаемся, для них, может быть, даже главной мотивацией было не получить приз. Многие из них говорили о том, что они просто загрузили работу, потому что хотели помочь, а потом для них стало настоящей неожиданностью, что они победили. Очень здорово. Ну и, к слову, и мы с вами можем помочь. Каждый житель нашего города и не только может. Конечно, конечно. Кликнуть, поставить лайк и тем самым помочь уже деткам. Давайте вернемся немножко к мероприятию предстоящему. Это показ Fashion Day поколения М. Расскажите о нем. Оно будет очень грандиозным, интересным. Нам интересно узнать все-таки какие-то подробности о нем. Смотрите, мероприятие состоится уже завтра в ДВФУ. В 5 часов у нас сбор гостей в панорамном зале. И мероприятие будет состоять из таких, наверное, двух частей. Первая часть – это показ коллекции победителей прошлого года поколения М. То есть трое ребят уже создали свои коллекции, и завтрашняя публика, как в онлайне у нас будет онлайн-трансляция, так и в оффлайне сможет увидеть реально, насколько талантливые ребята, увидеть их результаты работы, понять, что вот это все, о чем мы говорим, это по-настоящему. Это не просто какой-то пустой звук. Реально, дети уже создали свои коллекции. Они уже показали их на главной неделе моды в Москве, и завтра эти коллекции увидит Владивосток. После этого мы перейдем к хедлайнеру нашего вечера, будет показ коллекции Юлия Далакян. И главная, наверное, цель для ребят, которые его посетят – это вдохновиться, посмотреть, как на самом деле проходят такие мероприятия, погрузиться в эту атмосферу, чтобы дальше творить, создавать и не бояться. А как вы оцениваете площадку? У нас, мне кажется, такая уникальная своего рода площадка, Кампус ДВФУ, единственный в России такой, панорамный зал, роскошный вид, большая территория. Расскажите вот ваши впечатления. Действительно, вот когда впервые увидела эту площадку, мы подумали, да, действительно, это то, что нужно, потому что она очень современная, очень импонирует нашему духу нашего проекта. Молодежная. Молодежная, да, потому что нам важно собрать не только взрослую аудиторию, не столько взрослую аудиторию, сколько молодежь. И это то место, наверное, куда, ну, каждому хочется попасть, и поэтому мы вот все эти обстоятельства слились в одно, и мы поняли, что да, это то место, где мы будем проводить мероприятия. Впоследствии ли может Владивосток рассчитывать на то, что еще одно мероприятие поколения М пройдет у нас в городе? Планируется ли что-то подобное, может быть? Да, мы всегда хотим поехать куда-нибудь подальше. И вот Владивосток — это та точка, куда мы хотели бы привозить еще больше мероприятий. Мы уже запланировали себе развитие поколения М здесь, во Владивостоке, по другому направлению, по фотонаправлению. Мы собираемся привезти сюда известных фото-журналистов российских, которые бы поработали с ребятами в этом ключе, и привезти также фото-выставку победителей самой престижной фото-журналистской премии «Вордпресс Фото». И вот эта выставка, она тоже призвана к тому, чтобы детей вдохновить, показать им, как работают лучшие мастера, какие они результаты получают, и чтобы к ним ребята стремились. Я думаю, что ребятам Владивостока эта история должна понравиться не меньше, чем модная история. Я просто уверена, что так будет. Юлия, а нам уже, к сожалению, пора заканчивать, и мне бы хотелось, чтобы напоследок... Понятно, что вы будете делиться профессиональными секретами, может быть, где-то критиковать работу ребят. Но сейчас вот хотелось, чтобы вы от души дали совет, который бы, наверное, дали каждому начинающему юному дизайнеру. Что для вас самое главное? Мне кажется, самое главное – это смелость. Потому что вот этот возраст и эта возможность, она дает вот все для того, чтобы совершенно делать все, что хочется. Это тот редкий случай в жизни и в этой профессии, когда нужно и важно делать вот все, что хочется. Не бояться именно идти на какие-то эксперименты и предлагать вот все свои самые смелые фантазии. Это самый лучший, наверняка, совет, потому что очень часто переживают, как на экзамен, как на любой конкурс дети что-то делают, сковываются от этого. А здесь лучше этого вот как раз совершенно не нужно, потому что ты наедине с собой, ты не перед комиссией, ты просто наедине с собой делаешь какие-то интересные вещи. И тут главное не бояться. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что приехали во Владивосток, выбрали наш город. Надеюсь, еще увидеть вас у нас в студии. Очень приятно было познакомиться, поговорить и, конечно, спасибо, что нашли время прийти к нам сегодня. Желаю вам удачного показа, выбрать победителей, желаю вам как можно скорее. Мы будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин